Всем привет, друзья! Самые утренние новости из мира всего. Меня зовут Саша, это видео на канале Кедр+. Приятного всем аппетита, вкусного кофе и, конечно же, хорошего вам дня впереди. Начнем с очень обкуренной новости о том, что Stardew Valley, помните такую инди-игру? Так вот, угадайте что? Я вам сейчас покажу что. Они даже ролик про это сняли и анонсировали, что запускают киберспортивную составляющую. И уже 4 сентября, то есть вот-вот уже через неделю или через две, у нас пройдет первое такое состязание с призовым фондом в 40 тысяч долларов. Там сразятся четыре команды. Механика, конечно, интересная, потому что им там за неделю или за две, по-моему, дают возможность ознакомиться с заданиями, разработать стратегию, что они будут делать с этим со всем. Почему я говорю, что немножечко обкуренная новость? Я на самом деле люблю подобные игры. Ну, в плане, мне нравится, что такое развиваться. Тем более, это инди-игра, которая взлетела. Я очень рад за разработчика. И она сегодня доступна практически на всем, что только можно представить. И на Nintendo, и на смартфонах, и на консолях. И это круто. Я когда-то в нее сам залипал, но могу сказать, что вот киберспортивную заставляющую тулить куда угодно, ну, прям хрен знает, это правильно или нет. Тем более, что здесь, ну, по сути, нет никакого PvP. Здесь ничего такого нет, где можно было бы вот без придумывания костылей взять и состязаться. Но вы обязательно напишите свое мнение, что думаете по этому поводу. Они там будут, короче, ловить рыбу на скорость. Они будут в подземелье сражаться и делать много всего остального. Ладно, следующая новость куда более полезная для нас. Кого-то она даже может коснуться. Дело в том, что, я думаю, все знают о небольшом скандале, который несколько лет назад происходил. О том, что Apple замедляла смартфоны. Что было связано именно с тем, что аккумуляторы выходили из строя. Ну, то есть, они не могли выдавать пиковую производительность смартфона. Из-за этого смартфоны могли выключаться. И, соответственно, они начали скрытым образом немножечко понижать пиковую частоту процессоров. Когда это выяснилось, был скандал. Apple объяснила, почему она это сделала и добавила в обновлении кнопочку, которая позволяет отключить эту функциональность. А дальше уже вы делаете, что хотите. Ну, типа, если выключается телефон, Apple с себя сняла все полномочия. То есть, я здесь все, она сказала. Но Франция и некоторые другие регионы, они оштрафовали Apple. И Франция там, по-моему, на 113 миллионов долларов, если не ошибаюсь. То есть, сумма не такая большая. Но при этом они обязали компанию отключить возможность занижать частоту процессора. И, соответственно, там смартфоны, как бы, в теории работают немножечко быстрее. И вот такая, как бы, мелочь, о которой можно было додуматься. Но кто-то попробовал и установил регион Францию, и его смартфон стал работать быстрее. На айфонах 12 это практически незаметно, потому что, ну, они достаточно производительные. А вот айфон по типу 7, 8, они могут работать действительно быстрее. И там даже в Antutu бенчмарках это заметно. Я, конечно, не буду вам рекомендовать переходить куда-то. Однако, недавно я сам поставил себе американский регион, для чего-то мне нужен был. И у меня появились Apple новости, к примеру. А теперь еще и многие измерения в фунтах, футах и подобном. Так, следующая новость у нас про Xiaomi. Куда же новостной выпуск без Xiaomi? Но в этот раз я не буду вам рассказывать про новости смартфонов. Хотя там куча слухов про Mi 11T, честно говоря, не очень интересно на данный момент. Посмотрим, просто их слишком много. Но они дали интервью XDA Developers, где сказали, что они будут отказываться от вот этой приставочки Mi. Теперь вся продукция будет называться Xiaomi. Насколько я понял, речь здесь, вообще причина появления этого Mi в том заключалась, чтобы вот это вот название Xiaomi для европейского мышления, для американского человека было легче в восприятии. И когда у нас была куча споров, там это Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi и так далее. Они даже какие-то компании делали, потому как правильно называть. Чтобы было проще, мы называли там Mi 11, Mi Mix, но как вы уже видели, Xiaomi Mix 4 без приставки Mi. И теперь все остальные продукты также будут выпускаться без приставки Mi. Это официально. И, соответственно, лого бренда теперь будет раздельно на Xiaomi, вообще компания раздельна будет на Xiaomi и Redmi. Что будет с логотипом, честно говоря, не знаю. Так, следующая новость у нас про то, что вот вы уже купили себе PlayStation 5. Я еще нет, но я и не планировал. Но многие даже, кто планировал, еще не купили, потому что не смогли. А Sony уже в Австралии выпустила ее обновленную версию. И обновление, смотрите, по большому счету маленькие. Изменился вот этот болтик. Вы можете видеть, что справа он старый. И там нужна отвертка для того, чтобы его открутить. А вот слева он уже новый. И вы можете пальчиками откручивать. Зачем нужна... Что это вообще за болт? Он держит подставку. И для того, чтобы, к примеру, апгрейднуть SSD, для чего уже появилась возможность это сделать, вы можете теперь руками без отвертки открутить подставку. Но интересно то, что приставка стала еще и на 300 грамм легче. И вот чем они вот этого добились, честно говоря, не совсем понятно. Надеюсь, в скором времени узнаем. Но, тем не менее, если вы купили уже PlayStation, то у вас она уже устаревшая. Хотя не все ее смогли даже еще и получить, кто хотел. Так, ну и еще одна новость, друзья, у нас. Я нашел несколько ссылок, но на gametag.ru, не знал даже о таком ресурсе, но лучше всего просто расписали со скриншотами еще одна игра. Есть такая игрушка Genshin Impact. И у нас сейчас будет проходить выставка каких-то игр Gamescom. Но они и Genshin тоже представят свои обновления. И уже известно, что будет в обновлении 2.1. Так вот, они добавят рыбалку. И это на самом деле прикольно. Вообще круто, что игровые, мобильные игровые проекты некоторые развиваются хорошо. Я не скажу, что Genshin меня затянул. Я чуть-чуть поиграл, но потом быстро устал как-то от этого. Но, тем не менее, игра действительно отчасти революционная, потому что она очень красивая, она очень большая, открытый мир большой. Единственное, что, как по мне, не хватает сюжета, не хватает онлайн. Ну, или хотя бы чего-то из этого, или всего вместе. Но вот теперь они добавляют рыбалку, и там достаточно много будет механик разных. Ну, например, рыбки могут быть обычные, а также декоративные. Их можно продавать, менять на оружие, их можно готовить. Будут вот крючки, будут места, где их можно ловить, будут эти места меняться. То есть, какой-то интерактив добавляется. Мне это чуть-чуть наполнило этот, на Nintendo, который был, скажите мне, ну, короче, там, где вот это... На острове надо было растить животных. Я, честно, пытался, пока я так говорил, вспомнить. Не буду вспоминать. Вот в голове крутится, но я же не могу останавливаться, потому что я это не монтирую. Но там это было прикольно, и там эта часть сюжета была. Здесь это просто новая механика, как и новые герои, которые будут в 2.1 доступны. Станет доступна еще и новая механика. Вот это, в принципе, все новости, которые я для вас смог найти в преддверии завтрашнего дня. У нас сегодня еще и праздник. У нас День незалежности Украины. А я уважаю, что это день в видновлении незалежности Украины, с чем я вас всех витаю. И нам 30 лет, вроде молодая страна, но, как сказал наш уважаемый... Мы не про политику здесь. Я не буду свое отношение к президенту высказывать, но это просто хорошая фраза. Молодая страна с огромной тысячелетней историей. Поздравляю всех украинцев, ну и тех, кто за нас, в принципе, с таким большим классным праздником. Сегодня летали самолеты, мы за ними наблюдали, хоть на парад и не ходили, но до нас они долетали. Это было слышно, видно, в общем-то, прикольно. Ну а кто не видел, может посмотреть, все это дело на YouTube есть. Всем еще раз хорошего дня, увидимся завтра. Пока!